Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос, точнее, его суть включается в следующем, что пишет женщина, автор вопроса, говорит о том, что муж ушел к любовнице, она отпустила его без контакта, у нас сын четыре года, пишет она. Они часто видятся у нас, муж как раньше платит ипотеку за нашу общую квартиру и квартплату. Когда прошу, помогает подумать с мужскими делами, не отказывает. Я стараюсь общаться с ним хорошо, но очень тяжело. На развод не подавали. Сейчас после ухода прошло два месяца, муж стала ко мне приставать и предлагает встречаться. Фары скучают, я тоже скучаю, но оба боимся, что из этого получится. Так, помогите, разобрался. Честно говоря, в этой ситуации, первое, что хочется сказать, это какая-то вот такая, знаете, тотальная, что ли, невнимательность ваша к самой себе. То есть, вы как будто бы не отдаете себе отсчет, например, в том, из-за чего муж ушел к любовнице. Да? Ну, то есть, вот, просто. Из-за чего он ушел, к любому ушел. Что-то же его, наверное, что-то же его, так скажем, привлекло в другой женщине, например, как вариант. Что-то его, ну, вот, в какой-то степени, да, от вас оболило. Отвратило. Можно, наверное, так сказать. То есть, почему-то он выбрал, например, быть не с вами, да? Почему-то он выбрал быть, как бы, другой женщиной. Вот. И, на мой взгляд, у этого есть свои причины. Какие-то, то есть, человек почему-то решил так поступить. Человек почему-то решил так сделать. И, наверное, у этого есть какие-то причины. Наверное, у этого есть какие-то основания. Наверное, что-то ему не нравилось. Ну, вот, непосредственно. Непосредственно в взаимодействии с вами. Раз он решил так себя с вами повести. Поэтому здесь, на мой взгляд, в первую очередь необходимо сделать следующее. На мой взгляд, здесь в первую очередь необходимо посмотреть на те проблемы, которые у вас в первую очередь есть, на те сложности, которые у вас в первую очередь имели место быть и имеют место быть. Потому что от того, что вы скучаете, от того, что он скучает, поверьте, ничего не изменилось. Картина ваших сложностей осталась той же самой. И важно понимать, что, скорее всего, вы сами, ну, как бы, приложили в какой-то степени руку к тому, чтобы он ушел. Да, есть его ответственность, да, есть ваша ответственность, безусловно. Но, важно понимать, важно понимать, что этой ответственности сейчас вы в полной мере не осознаете. Потому что, ну, вы просто говорите, что, я скучаю, как бы, вот, по мужу, да, он скучает, мы оба боимся, и все. Но, как бы, из-за чего он ушел, да, ну, в смысле, из-за чего, как вышло, что он решил уйти, как вышло, что он решил вас оставить и так далее, да, непонятно. Понимаете ли, какая штука? Поэтому, в первую очередь, первое, что вам необходимо сделать, это именно поисследовать свою ответственность и свое отношение к мужу, да, вот. Ну, как бы, ему, наверное, тоже имело бы смысл это сделать, если он, ну, на самом деле, хочет с вами, ну, как бы, быть в отношениях, да. Вот, то есть, не просто скучаю, а именно хочу, если хочу быть в отношениях. Вот, поэтому очень важно вам на это обратить свое внимание. Вот, это принципиальная, я бы сказал, история. Вот. Значит, значит, еще раз, без понимания того, что значит, для вас, ваш муж без понимания того, из-за чего, вы расстались. Вот. Без этой истории абсолютно невозможно будет вам быть в отношениях сначала. Потому что те проблемы, которые у вас, ну, имелись, имеются, они, в общем и целом, никуда не учатые, они, в общем и целом, как бы, ну, остаются. Следующий момент. А, из-за чего ушел ваш муж? Ну, то есть, вот, он ушел, да, из-за чего? Ну, знаете ли вы причину? А, вот вы пишите, что, вы его отпустили без скандалов. Что значит, отпустили? Он, он не ваша собственность, чтобы его опускать, да, вы, ну, не можете его опускать, потому что он, ну, вам, как бы, не принадлежит в этом смысле. А, вот, поэтому здесь вызывают вопросы то, как вы относитесь к своему мужу, да, как вы его, как вы его воспринимаете, например. Следующий важный момент. Вы говорите, что он не подавали на развод. Ну, давайте мы как-то конкретизируем, что именно вы, вот, лично вы, на развод не подавали. Почему? Ну, вы, ну, надеялись на... Что-то, да, вы надеялись на то, что он вернется к вам, или как, или что. Да, как бы. То есть, вот. Хочется, в данном случае, в случае, наверное, попытаться вас в какой-то степени лучше, понятно? А пока, к сожалению, этого не получается сделать. Дальше, следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание. Вы говорите о том, что чего-то боитесь. Чего вы боитесь? От чего он боится? Ну вот, давайте как-то этот момент тоже, ну, поисследуем. Если, например, вы и ваш муж хотите быть вместе, то первое, что нужно сделать, это признать, что имеет место быть конфликт и кризис в ваших отношениях. Кризис. На данный момент, сейчас кризис у вас в отношениях кризис. И этот кризис, в том числе, создали вы. Ну, то есть, в этом есть и ваша ответственность, скажем так. Вот. Потому, необходимо разобрать, что вы, именно вы, сделали в первую очередь, для того, чтобы этот кризис стал возможен. Конкретно, лично вы. Необходимо разобрать, как вы относитесь к своему мужу. Как вы его воспринимаете, например. Как вы его видите, например. Как и у вас к нему чувства, например. И вот это следует следовать необходимым. Чтобы понимать, что вы к нему чувствуете. Чтобы понимать, в каком направлении вообще вы двигаться как хотите в отношениях. И, конечно, очень важно ваше желание работать над собой и над проблемами, которые у вас могут быть. Вот. Потому, что если ничего не делать, то ничего не изменится. Поэтому, в этом смысле, я думаю, ну, не так плохо, что вы боитесь в этом смысле. Наверное, вы понимаете, что проблема-то не решена. Вот. Наверное, вы понимаете, что проблема не решена. И потому боитесь. Вот. Честно, я не думаю, что это прямо уж очень плохая история. Но, наконец, последнее, на что хотел бы обратить вам ваше внимание. В чем и кому, всем и кому помочь разобраться. Вы постарайтесь, пожалуйста, как-то этот момент прояснить, кому помочь в чём, да, вашему мужу помочь, если да, то в чём вам помочь разобраться, тоже такой вот момент, ну, такой момент, то есть это, на мой взгляд, очень сейчас выглядит неопределенно, максимально неопределенно, в чём кому помочь разобраться, если вам обоим, хорошо, обращайтесь, обращайтесь к любому специалисту, которого вы можете выбрать хотя бы на нашем сайте, да, вот на нашем ресурсе, вот начинайте работать, я не вижу к этому никаких препятствий, а вы видите, вот об этом и нужно тоже вам постараться как минимум, да. Вот. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. это позволит вам начать работу над собой, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо.